МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация избирательных прав граждан Олег Шоктерин. Олег Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я так понимаю, впервые на вас возложили эту функцию? Да, это впервые. Такая обязанность. Я никогда не занимался раньше ни в дикой молодости, ни позже, выборами. Поэтому для меня многие вопросы, которые связаны с выборами, новые. Впервые они... Ну, наверное, кто-то решал бы их проще. А я, как всегда, наверное, как в фильме «Трактористы», пытаюсь иногда пахать непаханую целину. Она уже для меня была вспахана раньше. Что вы имеете в виду, поясните? Ну, раньше тоже ведь занимались и выборами, и подготовкой наблюдателей. Единственное, что подход был несколько другой. И требования были несколько другие. Ответственность была, наверное, другая. И та история выборов, которая накоплена, имеет, наверное, какие-то уже... Наработки. Наработки, багаж, библиотеку, каких-то недоработок, которые надо очищать, чтобы выборы... Чтобы никто не сказал, что мы опять подготовили выборы, к которым можно придраться. Что где-то что-то опять сделано не так, что они были фальсифицированы, что они были непрозрачны. Вот наша самая главная задача, чтобы после выборов не осталось никакого осадка, что где-то что-то недоработано. Давайте поясним нововведение закона. Насколько я понимаю, наблюдатели на выборы могут отправлять политические партии, непосредственно сами кандидаты, если они самые выдвиженцы, и как раз общественная палата. То есть раньше занималась там ассоциация «Голос» и так далее. Сейчас все через вас проходит. Я могу даже несколько историй рассказать. В начале декабря месяца 2017 года были сделаны поправки в закон об избрании президента Российской Федерации, в котором как раз и были оговорены права общественных палат по набору наблюдателей. До этого, вы правильно сказали, что наблюдателей можно было направлять от различных общественных структур. И порой получалась такая ситуация, что наблюдателей было больше, чем, могло быть, больше, чем членов избирательной комиссии, что приводило, соответственно, или могло привести, ну, к какому-то затору, там, неразберихе, кто во что гораст мог там начинать требовать тоже не пойми чего. Поэтому законом было оговорено, что два субъекта могут представлять сейчас наблюдателей. Первый субъект – это общественная палата Российской Федерации. И второй субъект – это общественные палаты в регионах. Ну, это помимо кандидатов в партии. При этом надо заметить, что у нас нет жесткой власти, вернее, жесткой вертикали, мы не подчиняемся общественной палате Российской Федерации. То есть у нас в регионе своя общественная палата, и вот мы единственное, что можем, ну, как бы прислушаться к каким-то советам, как лучше организовать то или иное мероприятие. Вот, и поэтому и наблюдателей было разрешено, законом определено, общественная палата Российской Федерации еще раз, и региональная. И кроме этого, как вы сказали, наблюдатели могут направить, значит, штабы кандидатов непосредственно самовыдвиженцев, то есть кандидатов в президенты, или партии, которые выдвигают вот в кандидатов тех или иных, значит, людей. Ну, во-первых, возрастной ценз. Моложе 18 лет человек не может быть наблюдателем. Значит, не может быть наблюдателем депутат, не может быть наблюдателем человек, который работает в государственных структурах, не может быть наблюдателем судья, значит, адвокат, Не может быть подчиненные люди, которые работают на госслужбе, подчиненные высшим должностным структурам. То есть вот такого плана есть ограничения. Кто может быть? Соответственно, все остальные, то есть это люди, которые обладают и имеют активную жизненную позицию, кто хочет участвовать в выборах, кто хочет, чтобы они были прозрачны, пока что мы набираем кандидатов-наблюдателей. Как раз вот то, что нам дано право общественной палате подготовить и направить наблюдателей, мы дальше будем из этих кандидатов отбирать тех, кого мы непосредственно направим. Как мы будем отбирать? Ну, во-первых, для того, чтобы не было никаких разночтений и пониманий, сам ли человек часто говорит, а вы вот там опять... Добровольно принудительный. Карманный, значит, принудительно нагнали туда. То есть человек сам пишет определенного образца анкету, мы просим заполнить, где он говорит там о себе, вкратце, значит, в том числе дает согласие или отказ об обработке персональных данных. Понятно, что если человек даже на это идет, когда подписывается под тем, что он пишет заявление об обработке персональных данных, то это добровольное дело. Мы на сегодня заключили уже порядка 30 соглашений с нашими общественными организациями, которые вот в области есть, которые представляют достаточно на сегодня большой срез общества. Что это за соглашения? Это соглашения, в которых мы оговорили, во-первых, их право, спокойно сейчас заключив договор, не договор, а соглашение, представить своих кандидатов в наблюдателя общественной организации, ну, условно, от тех ребят, кто служил в Афганистане, от союза женщин, ну и так далее. И мы 15-го числа еще раз проведем такое мероприятие, мы его называем, ну, форум, не форум, значит, будет в Доме молодежи проведен, значит, где мы встретимся перед потенциальными наблюдателями, выступят наши, значит, значимые или ветераны, выступят люди, которые возглавляют общественные организации, поприветствуют наших кандидатов-наблюдателей. Вот, мы расскажем, во всяком случае, чем должен наблюдатель заниматься во время выборов, покажем. Вот, и потом еще предполагается еще подписание на сегодня, есть заявление еще порядка 30 общественных организаций. Итого по Пензенской области, представляете, это 60 общественных организаций, это широчайший пласт общества будет, мы будем представлять, значит, когда наши наблюдатели будут находиться на наблюдательных участках. У нас по всей области в день голосования будут работать чуть более тысячи избирательных участков. Вы говорили уже в предыдущих своих интервью, что намерены... Да, намерены подготовить более двух тысяч наблюдателей. Для чего, поясните, вот такое количество, вдвое больше? Да, 1102 избирательных участков. Это 1102, как минимум, должно быть наблюдатели. Но всякое может быть. В течение этого времени, пока мы занимаемся вот сейчас этим процессом, кто-то заболел, у кого-то там семейные дела, кто-то просто отказался, может быть, подумав, я не знаю, что не может. То есть, всякое может быть. Мы не должны в этом плане как-то страдать, у нас всегда будет запас. Проходило видеосовещание с Центральным аппаратом избирательной комиссии и Центральным аппаратом общественной палаты Российской Федерации, где задавались со всех регионов вопросы, которые сейчас, поскольку это впервые как раз общественные палаты занимаются, задавались вопросы, у кого какие накипели. Как раз был вопрос, а что вот мы вот в два раза больше, у кого-то даже в три раза больше получается. Значит, куда, что нам с ними делать? Естественно, мы всех товарищей, которые достойны, которые не представляют из себя людей, которые заранее там можно подумать, что есть справка из соответствующего там этого диспансера, что ему нельзя присутствовать на выборах. Значит, мы их будем привлекать, но уже записывать в резерв. То есть в резерв для того, чтобы покрыть свои, во-первых, нужды на отдаленных, может быть, участках. Дальше, значит, Российская общественная палата попросила от нас, поскольку мы здесь на земле живем, и они также хотят выполнить свою, как бы, свою обязанность и возможность, точнее, не обязанность, а право, значит, послать от себя избирателей, кого они, вернее, наблюдатели, кого они могут послать сюда, к нам, в Пензу. Ну, может быть, там с Москвы образуется какой-то в них там пол лишних людей, которых они могут направить. А в основном это будут опять люди с нашего региона. Поэтому они просили, что если у вас окажется вот в резерве слишком много людей, предоставить им возможность, предоставить, значит, возможность этим людям поучаствовать в качестве наблюдателей, но уже, будем так говорить, с направлением, с бэджиком там от Палаты Российской Федерации. Уже существует список какой-то наблюдателей, записываются ведь люди наверняка? Да, на сегодня список существует. Вот я, отправляясь к вам, получил последнюю информацию. На сейчас 1324 кандидатов-наблюдателей у нас уже подготовлены. То есть, по большому счету, точнее, не подготовлены, а есть заявления от этих людей. Это половина от необходимого, я так понимаю, даже чуть больше. Значит, ну, мы уже набрали, если на каждый участок, у нас уже есть, и будем так говорить, даже уже есть какой-то запас. Если кто-то из наших зрителей сейчас смотрит, слушает нашу беседу и захотел стать наблюдателем, ему в какой срок, куда обращаться, что с собой нужно принести, какие документы? Ну, по большому счету, здесь, если говорить про срок, то срок должен быть, как это правильно говорят, реально, чтобы мы смогли успеть с ним поговорить, обучить его, вот, и, соответственно, подготовить для него документы, поскольку не просто так вот, взяли, там, иди вот в село-секретарку в Сердобском районе и наблюдай. То есть человеку подготавливается определенная форма, направление, которое утверждено также избирательной комиссией, значит, центральной. Документ, который удостоверяет его, да, он, это направление сдаться в избирательный участок, и у него еще должен остаться, ну, бэджик там, какой-то, что он тот или иной. Вот, то есть, в нормальное время. То есть, если мы говорим, что это 18-го у нас выбора, ну, хотя бы там за пару дней последние должны прийти к нам. А лучше сейчас. А лучше сейчас, потому что, ну, что, 16-го мы, естественно, не сможем его обучить, а нам не хотелось бы, естественно, представлять, если он за два дня придет, значит, и включать его в список, потому что, включив список и дав ему свое направление, мы отвечаем уже за этого человека. Мы отвечаем и потом перед людьми говорим, если он там, ну, я не знаю, некомпетентно себя вел там, как-то не смог решить какие-то проблемы возникающие. Ну, кто виноват? Мы не обучили. Поэтому, извините, если мы тебя не успели обучить, и ты не можешь ответить на те вопросы, которые мы тебе сейчас, допустим, задаем по твоим правам и обязанностям на участок, ну, пока мы тебя не можем включить. Поэтому... Для того, чтобы написать заявление нужно иметь при себе только паспорт, да? При себе нужно иметь паспорт, прийти и заполнить ту анкету, про которую я вам до этого говорил. Процесс обучения сейчас идет не самих кандидатов-наблюдателей, а идет процесс обучения координаторов, будем так говорить, по округам. Значит, всего будет избирательных округов 30. Соответственно, значит, по каждому округу будет, ну, как бы, координатор, с которым мы сейчас связываемся. Вы же прекрасно понимаете, что держать всех 1102 у себя под контролем и с каждым там иметь связь, хотя она, конечно, подразумевается, поскольку каждый дает свой телефонный номер. Но, тем не менее, мы вряд ли сможем вот так вот сразу, мгновенно охватить. Поэтому есть сначала вот люди, которые, значит, координировать эту деятельность. То есть будет под чьим началом, будем так говорить, или под контролем будут другие наблюдатели. Вот эту категорию, которая потом будет привлечена к тому, чтобы обучать следующие, вот, значит, товарищи. Вот этих товарищей мы, да, мы начали обучать. И, в принципе, это люди в основном, те, которые уже имели опыт, значит, участия в выборах. У нас очень хорошо в предыдущих выборах себя зарекомендовали вот молодежные организации, которые называются «Зачистые, там, честные выборы молодежи». Они уже, ну, я когда с ними встречаюсь, это настоящие профи. То есть они прошли, ну, буквально огонь и воду, и представляют, как все это, весь процесс происходит, какие могут быть провокации, они могут быть. И мы уже и сейчас знаем о том, к чему готовятся люди, которые хотят потом заявить, что опять чего-то там было не так, опять кому-то что-то не предоставили. Поэтому вот эти люди уже есть, и, соответственно, вокруг них дальше формируется пул тех, кто будет выезжать на учебу дальше. Это обучение будет происходить по районам. Составляется сейчас график. Понятно, что по 100 человек мы сразу учить не собираемся. Для того, чтобы это было более эффективно, это 15-20 человек. Отсюда мы будем направлять обязательно в каждый район члены общественной палаты и вот людей, которые, будем так говорить, уже прошли огонь и воду в выборах. То есть это и обученные, и имеющие опыт в предыдущих выборах участия в наблюдателях. Поэтому вот такой вот десант будет высаживаться по всем районам. У нас остается совсем немного времени, а мне бы хотелось еще, прям хотя бы в двух словах сказать о правах и обязанностях наблюдателя. Ну, в частности, основные вопросы, которые могут волновать. Может ли наблюдатель использовать на избирательном участке фото, видеокамеры для фиксации нарушений? Да. Значит, все эти вопросы оговорены. Мы подготовили, чтобы телезрителям было ясно. Значит, вот на этом этапе до начала массового обучения, естественно, шла огромнейшая просто работа по наработке различного рода инструкций, видеоматериалов, сделаны памятки наблюдателю. Совместно с ассоциацией юристов подготовлен такой документ, его назвали «Золотой стандарт», где в сжатом виде буквально по шагам написано, что должно, вот начиная от выборов, и заканчивая, от начала, значит, открытия избирательного участка, кстати говоря, наблюдатель может за час до открытия наблюдательного участка уже прийти и смотреть, как готовится. И заканчиваем тем, что ему отдается копия протокола, значит, избирательной комиссии после подсчета голосов. Он должен убедиться в том, что этот протокол отправлен, но, в принципе, у него уже на руках должен быть копия этого протокола, он может тогда только уходить. Но при этом еще нужно обязательно, чтобы вот в том направлении, которое мы ему даем, оставались его данные, что вдруг, если придется, ну, пересчитывать, бывают такие ситуации, чтобы можно было с избирательной комиссией связаться и пригласить по новой наблюдателю. В прошлой кампании возникали такие ситуации, были у нас в области, ну, немногочисленные, единичные, но, тем не менее, когда председатель комиссии избирательный пытался удалить с участка наблюдателя. Насколько я понимаю, теперь это сделать невозможно, можно сделать это только по решению суда. Да, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Значит, тот закон, который вот принят, он как раз и говорит о том, что права и обязанности наблюдателя, вот они теперь определены. Мы, еще раз повторяюсь, направляя от общественной палаты наблюдателя, наблюдателя, гарантируем, значит, что это обученный человек, который должен действовать строго по закону. И его цель не для того, чтобы вот, вот наблюдая только вот, выискивая там чего-то и вставляя палки в колеса. Его цель, в принципе, организовать в том числе нормальный избирательный процесс, который идет на участке, чтобы он проходил гладко, хорошо, прозрачно, чтобы не возникали какие-то коллизии. Ведь бывает, что тем, кто хочет что-то вот показать, что идет как-то не так, а вот вдруг там в 9.50 ему там вот стукнуло, а вот я считаю, вот давайте посмотрим, сколько там зарегистрировалось. А у нас там на 15 человек там меньше. Нет, в 9.50 он не может подходить. Строго законом оговорено, когда может председатель избирательной комиссии предоставить эти сведения, там, скажем, не в 9.50, а в 10, там, в 12 условно. Поэтому вот эти вот моменты, они нашим наблюдателям известны, и они в том числе должны фиксировать вот такие случаи, если вдруг из избирательного штаба там другого кандидата вот начнутся вот такие поползновения, а потом вы знаете, как это все происходит, а вот мне там не дали, наш избиратель, он сидит, он фиксирует, что он и не имел права сейчас вообще требовать того, что он требует. Вот, поэтому для того, чтобы не было ни споров, я еще раз говорю, чтобы это было чисто прозрачно, наш наблюдатель должен, я всегда говорил и говорю сейчас, что он должен быть подготовлен лучше, чем член избирательной комиссии. Я думаю, что все будет нормально. Самое главное, чтобы каждый из тех, кому дано право прийти на участок, воспользовался этим правом. Меня всегда удивляет тогда, когда люди, значит, начинают спорить и говорить там о чем-то, что вот это не устраивает, вот это вот не так, но принципиально не ходят на выборы. Я не пойду, а что изменится? Ну, ты выскажи свое мнение, может быть, оно как раз и в общую копилку там чего-то, вопросов поднятых, таких, как ты, влетит, и эта копилка будет видна, что она большая, что эти вот вопросы там с чем-то кто-то не согласен и так далее. Но надо свое право использовать, а что, жизнь проходит быстро слишком, крутиться только около огорода там или лопаты, снег чистить, ну, наверное, можно и сходить на выбор. И нужно. Спасибо большое, Александр Ильич, до встречи.